Дорогие друзья, мы с вами говорим о том, как не потерять себя, и с учетом того, что мы все вместе находимся в ситуации тотальной неопределенности, плюс у каждого из нас есть собственная жизненная неопределенность какая-то, у кого-то связанная с работой, у кого-то с личной жизнью, у кого-то с финансовыми обстоятельствами, у кого-то с, я не знаю, дружеским кругом, у кого-то с переездом и так далее, и так далее, и так далее. Все мы находимся сейчас в такой неопределенности всеобщей и нашей частной, которая только усиливается зачастую, потому что сейчас половина населения просто посходила с ума. По данной статистики, 50% людей считают, что они находятся в тревоге. То есть у каждого рядом как минимум есть страус. Если вы сами этим страусом не верите. Но мы все являемся страусами, потому что когнитивное искажение, эффект страуса, оно универсальное. Мы смотрим обычно не на реальные угрозы, мы обычно совершаем ошибки, смотрим на выдуманные угрозы. Но вот теперь давайте представим себе состояние страуса, который был сначала напуган, потом пихнулся в песок. Как они живут в зоопарках с бетонным полом? Не пугайте страусов, у них будет сотрясение мозга. Вот, да, значит, в зоопарках. Вот, что оно будет делать? Вот вы засунули голову в песок, сидите, стоите там и так далее, в ужасе, в катастрофе, запуганные там и так далее. Значит, дальше что происходит рядом? Вы любое событие, которое с вами будет происходить, вы будете на него реагировать как испуганное животное, ну, или существо, или испуганный человек. Значит, как реагирует испуганный человек? Ну, он, можно сказать, голову в песок засунут, но если его в этот момент за торчащий зад дёрнули, он как будет реагировать? Он будет раздражаться. Он будет агрессировать. Он будет входить в ситуацию самозащиты, обороны. Вот почему люди, переживающие стресс, они не такие трясущиеся. Они ругающиеся, кричащие, как бы сказать, выясняющие отношения там и так далее. Если человек в гармонии находится с собой, если он себя не потерял, ему зачем конфликты, ему зачем споры, ему зачем это всё, ему это не надо. Но если вы оказались в неопределённости, испугались и дальше начинаете защищаться, как уязвимый человек, который получил травму неопределённости, то вы будете реагировать агрессивно, вы будете раздражаться, вы будете потом себя винить, что вы на кого-то раскричались и объяснять, ну, я у меня просто настроение, на таком, например, то, там, всё, там, пятое-десятое. Но на самом деле вы просто защищались. Вы защищали самих себя. И у нас получается, что мы, защищая себя, ухудшаем диспозицию. Ну, правда. Вот вы с кем сами бы хотели взаимодействовать? С человеком, у которого прекрасное настроение, он открытый, дружелюбный, улыбающийся. Или с таким тревожным, сейчас, как дамка, ну, вы вряд ли хотите с таким человеком. А если вы сами такой человек, вы не виноваты. Не то, что я бы говорил, ой-ой-ой, что-то вы плохо себя ведёте. Нет, вы защищаетесь, потому что вы травмированы. Травмированы тем, что в вашей жизни случились события, которых вы не ожидали и не знаете, как реагировать. Вы чувствуете себя уязвимыми, у вас нет опоры. Вы теряете себя и начинаете защищаться от всего на свете и превращаетесь в человека, с которым никто не хочет коммуницировать. Который все, наоборот, в ответ реагирует. А сейчас, когда все кругом в психическом находится, так сказать, в нехорошем состоянии, то этот конфликт только нарастает. И вот сейчас давайте мы посмотрим, как возможно, вот так вот попробуем дистанцироваться, и попробуем определить, как возможно вы портите себе жизнь своим собственным поведением сейчас, своим раздражением. Ну, к чему может привести раздражение в вашей жизни? Давайте теперь негативные сценарии рассмотрим, как следует. От вас уйдут, с вами перестанут общаться, вас перестанут уважать, и так далее, и так далее. Что будет, если вы впадете в депрессию и скажете, плевать мне на все, ничего не хочу, горите вы все огнем, помирать, и помирать. Ну, что будет происходить дальше? Ваши отношения с другими людьми, в вашей работе, в вашей работоспособности, в вашем внутреннем драйве, ну, боюсь, не самые лучшие. А если у вас начнутся всякие разные страхи, вы начнете бояться, что там дальше невротические страхи присоединяются, что здоровьем, что паническая атака, тревога какая-нибудь там еще, бессонница и прочее. К чему это приведет в конечном итоге, если вы себя будете страхом мучить? Ну, очевидно, оно приведет к малочему хорошему. Поэтому мы должны хорошо понимать риски, которые у нас возникают, когда мы неадекватно реагируем, как страусы, на, значит, жизненные обстоятельства, с которыми мы сталкиваемся, оказываясь в ситуации неопределенности. И поэтому я попрошу у вас продумать негативные сценарии, если вы продолжите, будучи в страусе, в панике, в ужасе, защищаться, продолжать бояться или впадать в депрессию. Составьте полный список, чтобы вы понимали, к чему ваше поведение вас, мягко говоря, сподвигает. Ну что, дорогие друзья, думаю, было задание непростое, потому что вы обычно так не думаете. Обычно вы думаете, что угрозы – это откуда-то извне. Вот ситуация изменилась, неопределенность возникла, но это же извне все происходит. Кто-то вас предал, кто-то вас кинул, кто-то вам что-то уволил, еще что-нибудь натворил, обидел и прочее. Везде как будто бы все время. И вы начинаете про это думать, у вас от этого начинается тревога, вы исполняетесь духом страуса и осуществляете известное колебательное движение головой озим. А теперь вот смотрите, я сейчас попросил вас сделать нетипичную вещь, а подумать, окей, пусть поведение страуса правильное. Допустим, вот что будет происходить? И выясняется, что ваше собственное поведение по самозащите, по тревоге, по впадению в депрессию, спасите меня, помогите. Именно это поведение приводит к тому, что вы расписывали к ужасам и катастрофам. Действительно, человек, который затраженный, он потеряет социальный круг. Депрессивный потеряет социальный круг. Тревожный тоже потеряет социальный круг. Он остается в одиночестве, в ситуации неопределенности. Но как бы хуже представить себе невозможно. Но почему мы так-то не думаем? Почему мы не думаем о реальных рисках, связанных с нашим дезадаптивным поведением? Почему мы не думаем про то, что да, мы, может быть, благородно на всех раздражаемся, да, мы, может быть, имеем какое-то внутреннее основание, но последствия-то вот какие будут. Ни один тревожный, раздраженный, депрессивный человек не становился в счастье, не ведет эта дорога. Она не из желтого кирпича, она, понимаете, это, так сказать, на кладбище ветер свищет, понимаете, вот куда ведет эта дорога такая. Но мы так не думаем. Мы так не думаем. Почему? Потому что у нас когнитивное искажение. Какое когнитивное искажение? Иллюзорная корреляция. Мы находимся в полной уверенности, что наше плохое состояние обусловлено внешними факторами. И мы туда смотрим. Это естественно. Ну а почему животное должно заниматься рефлексией, говорить, что-то я зря растревожилась, или все, что меняется, все, что происходит, все происходит к лучшему. Значит, и любой стакан у кого-то наполовину полон, наполовину пуст и так далее. Животное так не делает. Потому что оно ищет угрозу всегда вовне. А нам, наши угрозы, а не в том, как мы будем реагировать на все происходящее. Наша угроза состоит в том, что мы, сталкиваясь с ситуацией с неопределенностью, будем дезадаптированы, испуганы, начнем защищаться, пугать себя всякими разными негативными прогнозами и переживать по этому поводу состояние депрессии, потому что будет нам казаться, что жизнь закончилась. Сколько раз людям казалось, что жизнь закончилась, а она все продолжалась и продолжалась. Понимаете, это такая смешная штука, понимаете, что мы, если вспомните все, как у вас в жизни происходило, сколько у вас было ситуаций, когда вы думали, ну все, конец, все. Жизнь. Нет в жизни больше. И секунду. И что-то вы живы тут сидите, смотрите на меня, так сказать, живы-здоровы. Вот и так далее. Значит, иллюзия наша в ситуации неопределенности, иллюзорной корреляции, когда мы начинаем говорить «моё плохое состояние», связано с внешними факторами, с внешними причинами. Да, внешние факторы спровоцировали ваше плохое состояние. Я не спорю. Если вас кто-то предал, обманул, там еще что-то, ну понятно, что вы вполне, так сказать, можете говорить, что был повод для вашей дезадаптации и чувства дискомфорта. Но состояние, в котором вы оказываетесь, которое разрушает вашу жизнь, уже есть результат в вашей деятельности. То, что вы стали раздражительные, с вами никто не хочет коммуницировать, конечно, можно сказать, что это они идиоты. И даже, может быть, что они так и есть. Я тут вообще не претендую. Но то, что вы чувствуете себя одинокими, несчастными и так далее, это же результат вашей стратегии. То же самое касается и депрессии. Когда вы себе говорите «все плохо, все конец, все лягу, буду помирать там» и так далее. Ну, кто говорит, что будущего нет, а после этого почувствует восторг внутренний. Может такое случиться? Будущего нет. Конец. И такой счастливый вышел. Ну, и лечить надо сразу, понимаете? Вот. Нет, конечно, когда вы эти депрессивные мысли, вы даёте им ход, они начинают функционировать, они придумывают иллюзорные коллегиации. И вы выживете. И будете жить дальше. Просто вопрос, какую цену вы заплатите. Если вы смотрите на реальность, на то, что происходит на самом деле, вы должны понимать, что ситуация неопределённости это время, когда вы не можете себе позволить вообще никаких негативных эмоций. У вас должна быть собранность, концентрация, у вас должен быть фокус и так далее. И если есть какие-то новые обстоятельства, с которыми надо как-то примириться и научиться в них жить, нужно сформировать у себя вот эту и готовность, и новые связи устанавливать, и новые сферы смотреть, и решаться на что-то, на что раньше не решались. Героизм нужен, понимаете? Оптимизм нужен. Вот что нужно. Но нет, включаются иллюзорные корреляции. Мне плохо. Почему? Потому что люди дрянь, мир дрянь, ты дрянь, и ты дрянь, и всё, и всё, и всё. А дрянь-то в результате что получается? Настроение дрянь. Действий ноль. И вот важно очень понять, что объяснения, которыми мы оправдываем, собственное раздражение, собственный страх, собственную депрессию, там и так далее, это классическое когнитивное искажение, иллюзорность, иллюзорные корреляции. Когда вы думаете, что ваше состояние связано с внешними факторами, помните, никто не властен над вашими эмоциями, кроме вас самих. Но это правда. А иллюзорные корреляции оправдывают ваше негативное состояние, эмоциональное, и укрепляют его. Вопрос, на чьей вы будете стороне? Этого когнитивного искажения и этих иллюзорных корреляций. Или на правде, которая в том, что когда у нас ситуация неопределенности, мы как раз не то, что можем терять себя, мы вообще должны себя и нести вперед. Вот тогда это будет, так сказать, вопреки когнитивным искажениям, к успеху, к достижениям и к радости, внутренней радости. И вы будете чувствовать себя героями. А пока действуют иллюзорные корреляции, вы будете чувствовать себя несчастными инвалидами. Чего вот я вам не желаю категорически.